Приветствую вас, и если вы любите человека, если вы желаете ему добра, если вы искренне к нему относитесь, то тогда, в таком случае, вам нужно понять, что без вас ему будет лучше, что без вас он станет счастливее, и если ваши чувства к нему искренне, бескорыстны, то вы тоже будете счастливы от того, что счастлив он, а сами, со временем, найдете своего человека, который будет счастлив с вами, потому что тот человек, которого вы утратили, раз вы его утратили, с вами счастлив был не до конца, а значит, он был несчастлив, а вы, если относитесь к нему бескорыстно, этого бы не хотели. Если же, несмотря на это, вы все равно переживаете по поводу утраты человека, то можно говорить о том, что у вас был короткий интерес, и тогда нужно понять, а какую потребность с ним вы реализовывали, какое желание вы удовлетворяли рядом с ним, и постараться это желание удовлетворить самостоятельно, без него, напрямую, тогда вам будет легче справиться с утратой близкого человека. Правильно. Удрады близкого человека можно интерпретировать как потерю в буквальном смысле, то есть смерть. Если вы имеете в виду это, то тут очень многое зависит от ваших религиозных взглядов и мировоззренческих точек зрения. Например, если вы религиозные, то вам следует обратиться к соответствующему адепту, к священнику, чтобы он в зависимости от вашей религии помог бы вам справиться с утратой близкого человека. Если вы не верующий человек, то, соответственно, тогда вам на помощь придут немножечко философские, немножечко психологические мысли, приемы, которые помогли бы вам справиться с этой проблемой. Из вашего вопроса не совсем понятно, так это или нет, а личные ненужные информации загрузять я вас не хотел бы, поэтому, если какая проблема существует, напишите мне в личку, я вам тогда помогу. А если нет, то, соответственно, вам это и не нужно тогда. То есть утрата близкого человека, это всегда изменение в вашей жизни. Вопрос в том, какие именно изменения. Если бротная привычка, например, вы жили с кем-то, у вас была общая, так сказать, жизнедеятельность, и теперь вы остались в одиночестве, это, конечно, тяжело. Но здесь все решает время. Если вы будете максимально сильно уставать, если вы будете получать максимальное количество впечатлений, если вы распределите свой граждан так, что не будете оставаться одна, ну, допустим, ни на секунду не будете оставаться одна, то очень скоро в родоводство боль утраты, которая является, по сути, адаптацией от сознания к новым условиям жизни завершится, и вы не будете чувствовать ее так остро. То есть, да, конечно, определенные переживания у вас останутся, но это будут переживания, скорее, уже личного характера, о котором я сказал сначала. А вот именно поведенческую, так сказать, заставляющую, нужно проломатывать через следование новым алгоритмом поведения. Таким, конечно, чтобы вы как можно более быстро привыкли к тому, что вы сейчас находитесь одна. И это сделать можно лишь только активно занимаясь себя, активно направляя свою энергию на все возможные сферы, на всех возможных людей, которые находятся рядом с вами. Если вы будете проводить время в одиночестве, то волей-неволей у вас будет развиваться ретроспектива, то есть вы будете набрать прошлое, вспоминать, как вам тогда было хорошо, и это будет мешать вам двигаться вперед и, по сути дела, справляться с утратой близкого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучше.